КОНТРСТРАЙК Некоторые команды укомплектовывались прямо перед началом чемпионата. Некоторые вообще рождались на месте. Естественно, присутствовали и засегдаты из всех турниров, такие как Unlimited и Western Division. Игра проходила по следующим правилам. Версия Counter-Strike 1.6 по системе Double Elimination. То есть любая команда при проигрыше не выбывает из чемпионата, а попадает в сетку лузеров, где у всех еще есть шанс подняться и дойти даже до финала. В качестве ограничения правил было запрещено пользоваться тактическими щитами. Бои проводились на следующих картах. Newk, Aztek, Inferno, Dust2, Rodige, Train и Cabal. Поля сражения выбирались жеребьевкой капитанов команд. В самый разгар турнирных событий мы решили побеседовать с капитанами некоторых команд. Меня зовут Тимур Балавадзе, мой ник Ками, играю в команде Western Division, считаясь капитаном. Так, мое имя Индила Игорь, я играю в команду Western Division и мой ник Горыныч. Ну, вообще команда организована давно, но состав поменялся и мы где-то играем этим составом неделю. Мое любимое оружие это АК. Меня зовут Назаренко Максим, ник Назар. Синдов Алексей, ник Лева. Как давно вы играете в CS и какая версия CS вам нравится больше? В CS играю я около двух лет, версия мне больше нравится 1,5. Играю около полтора года, 1,5. Меня зовут Рудский Виталий, я являюсь председателем Калининградской ассоциации кибератлетов. Очень много команд приехало из других городов, то есть у нас четыре команды гостей из области. Могли команды из Литвы приехать, но у них там какие-то свои проблемы были с визой, так что нормально. Весь день прошел в постоянных и напряженных боях. Компьютеры не выключались ни на минутку, а кулеры гоняли воздух, как новые пылесосы. Гамм стоял невообразимый. Хорошо хоть команды играли в наушниках и не слышали творящегося в округе безумия. Для того, чтобы посетители не дышали в затылке играющим, был оборудован зрительский зал, где все желающие могли понаблюдать за текущей игрой. Правда, пробиться туда можно было лишь с большим трудом, но несмотря на это, нашему оператору это все-таки удалось, применив при этом небольшую физическую силу. К сожалению, из-за большого количества играющих команд финал был перенесен на 5 марта, и в первый день проведения чемпионата определилось только третье место, которое на удивление заняла молодая команда Лордов. Отказавшись играть за второе место, они довольствовались призом в 500 рублей. В финале же встретились вечные соперники. Бывшая команда «Импособл», ныне носящая имя «Анлимитед», в составе Джон, Шадоу, Цандер, Инсайд, Симпсон и Ками, Горыныч, Юнион, Гофан, Серж из «Вестерн Дивижн». Не доуждающиеся в комментариях. Действия финальных баталий разворачивались на Денюк и на Денферно. В итоге призовые места распределились следующим образом. Второй приз в размере 750 деревянных утянули домой «Анлимитед». Ну и победителями стали ребята из команды ВД. Титул лучшей команды был подкреплен денежным вознаграждением в 1000 рублей. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе. А наша передача будет и в дальнейшем наблюдать за кибер-жизнью нашего города. Твои пожелания к киберспортсменам нашего города? Чтобы они тренировались более постоянно, с большим энтузиазмом, надо верить в свои силы. Потому что я выступал на российском чемпионате от области, достаточно хорошо выступил, хотя никто в это не верил. Поэтому больше уверенности в себе и больше стремления к победе.